Ультразвуковые исследования на сегодняшний день являются одними из современных методов диагностики. Общая доступность – это неинвазивность метода, и это относительно дешевизна исследования. Грудным детям проводится исследование нейросонографии, это узи головного мозга, доклерография сосудов головного мозга. Если идти сверху вниз, то можно опуститься, это узи щитовидной железы, сосуды шеи, дальше опускаемся вниз. Эхокардиография исследования сердца. Опускаемся еще ниже – это все органы брюшной полости из-за брюшинного пространства. Пенчинь, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь. Опускаемся ниже – это органы малого таза. То ли это девочки, то ли это ребята. У ребят тоже есть органы малого таза, и они доступны к исследованию. Очень большое место сейчас занимает исследование космосуставной системы. Мы смотрим детей, новорожденных, до 3 месяцев на предмет дисплазии тазобедренных суставов. С травматологами у нас полная гармония, мы друг друга понимаем, поэтому диагностика очень хорошая и помощь в дальнейшем лечении. А более старшие дети – это опять же осмотр тех же тазобедренных суставов на предмет каких-то реактивных изменений или остеохондропатий. Коленные суставы, травматические поражения, ну, собственно говоря, все суставы. Плещевой сустав, голеностопный сустав, все суставы тоже доступны ультразвуку. Узии органов брошенной полости проводятся по методике на голодный желудок по той простой причине, что пища, которая попадает в желудок и имеющая кишечники, она состает в дополнительной помехе. Потому что ультразвук – это физика, это волна, звуковая волна, которая отражается от сред и изображение выводится на экран. Но воздух, находящийся в кишечнике или в желудке, будет мешать отражению звукового сигнала. Поэтому картинка будет сглажена и, естественно, нечеткость кадра. Оно широко применяется как в детском возрасте, в раннем грудном возрасте и беременным женщинам. А это те киты, на которых стоит, наверное, медицина. Они, условно, делятся на абсолютные и относительные противопоказания. Абсолютным противопоказанием редко встречается, наверное, даже является непереносимость ультразвука. Хотя, честно, в моей практике такого не было еще. Второе абсолютное противопоказание – это есть какие-то кожные высыпания на теле. Дабы не раздражать, опять же, бесконтактным гелем и датчиком, это временно ребенок не готов к этому исследованию, пока не вылечит основное заболевание, и тогда он, опять же, доступен. К относительным противопоказаниям, ну, относительным противопоказанием больше является в плане подготовки, потому что смотреть те же органы брюшной полости надо на абсолютный голод. То есть, когда ребенок позавтракал и пришел на исследование, это не совсем верное будет исследование. Или взять органы малого таза. Опять же, своя специфика должна быть подготовка. Все остальные методы исследования делаются без различной подготовки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова